Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я снова рад приветствовать всех участников и гостей форума ВТБ «Капитал. Россия зовёт». На этой площадке традиционно собираются представители деловых кругов из разных стран мира, лидеры крупных инвестфондов, глобальных компаний, и многие из вас практически все уже работают в России, вы хорошо понимаете возможности и долгосрочные перспективы работы в нашей стране. И, конечно, мы высоко ценим ваш настрой на содержательный, откровенный диалог, на конструктивное сотрудничество, независимо от текущей политической и экономической конъюнктуры. Впервые форум собрался, как вы знаете, в 2009 году, в период, когда мы ощущали последствия глобального экономического кризиса, и это не помешало нам тогда строить совместные планы на будущее. Многие из этих планов уже успешно реализованы, стали конкретными деловыми проектами, потому что мы друг другу доверяем, работаем вместе как партнёры. И хотел бы особо отметить, что многие серьёзные инвесторы и давние экономические партнёры нашей страны по-прежнему наращивают инвестиции в самых разных секторах российской экономики. Уважаемые дамы и господа, мы разделяем принципы ВТО, в отличие от некоторых отцов-основателей, похожие этой организации. Но стремимся и будем стремиться к тому, чтобы Россия развивалась как открытая рыночная экономика. Такой стратегический курс остаётся неизменным. Будем последовательно решать стоящие перед Россией задачи. Внешние ограничения, они вредны не только для российской, но и для всей мировой экономики, укрепляют только нашу решимость добиваться результатов по приоритетным направлениям развития страны. А это рост экономики, обновление промышленности и инфраструктуры, создание современных рабочих мест и повышение качества жизни граждан Российской Федерации. Да, условия стали сложнее, но это, как я уже заметил, стимул для нас концентрировать ресурсы и выбирать лучшие решения, достигать целей в более сжатые сроки, и работать эффективнее по всем направлениям. В основе наших действий, как и прежде, будет ответственная, сбалансированная макроэкономическая политика, бюджетная политика. События этого года ещё раз убедили нас в правильности такого выбора, который мы сделали много лет назад. Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, по итогам января-августа текущего года федеральный бюджет имеет профицит свыше 900 миллиардов рублей. Это 2% ВВП страны. И это вдвое выше, чем соответствующий период прошлого года. При этом мы сохраняем приверженность бюджетному правилу. То есть часть нефтегазовых доходов направляется в резервные фонды. Их общий объём увеличился и в настоящий момент превышает 9% ВВП России. Что касается инфляции, то по итогам года она составила порядка 7,5-7,6, около 8%, что действительно выше показателей прошлого года. В 2013 году это было 6,5%. Причина тоже понятна в росте цен на некоторые продукты питания. Но, кстати сказать, и вы это тоже прекрасно понимаете, это дополнительный стимул для нас в развитии собственного сельского хозяйства. При этом отмечу, что монетарная инфляция не превышает запланированный по итогам этого года показатель в 5%. Федеральный бюджет 2015 года и на период 2016-2017 года, который правительство направило в Думу, предполагает весьма умеренный дефицит 0,5-0,6% ВВП при базовой цене нефти в 96 долларов за баррель. Это устойчивые базовые параметры, которые позволяют строго выполнять все бюджетные обязательства, включая социальные. Особо отмечу, что, несмотря на сложности, мы не стали усиливать налоговую нагрузку на бизнес. Вы знаете, мы не скрывали этих дискуссий в руководстве страны, в правительстве, но мы не пошли по этому пути, по пути увеличения налоговой нагрузки и не планируем вводить какие-либо валютные ограничения или ограничения по движению капиталов. Надеюсь, что об этом сегодня уже говорили. Да, сейчас мы наблюдаем сильные колебания на валютном рынке. На этот счёт звучит много разных комментариев, но подчеркну, главное подчеркну, фундаментальные факторы, обеспечивающие стабильность, у нас очень сильные, надёжные. Это бездефицитный фактический бюджет, значительные резервы, крепкий платёжный баланс. Таксаль для текущих операций оказалось даже больше, чем мы ожидали. Также отмечу, что у Банка России достаточно инструментов, чтобы обеспечить финансовую устойчивость. Добавлю, что переход Банка России к плавающему курсу не означает полного отказа от валютных интервенций. Собственно говоря, вы это, наверное, и наблюдали. Совсем недавно. Кроме того, считаем необходимым оградить себя от возможных рисков в ряде наиболее чувствительных секторов. Для этого будем формировать дополнительный забас прочности, прежде всего, в финансовой сфере. Уже сейчас созданы механизмы, позволяющие совершать на территории Российской Федерации операции с использованием пластиковых карт, ведущих плачёжных систем. Даже в случае отключения от этих систем отечественных банков. В течение 2015 года будет создана национальная система платёжных карт, независимой от международных систем инфраструктурой, единым операционным центром и собственными платёжными инструментами. Она должна обеспечить безопасность и конфиденциальность расчётов наших граждан. Далее. Будем придерживаться и заявленного курса на расширение и диверсификацию внешнеэкономических связей. Среди приоритетов углубления делового, торгового, инвестиционного, технологического партнёрства со странами Латинской Америки, государствами АТР, с нашими коллегами по БРИКС, в том числе, разумеется, и с Китаем, и с Индией. В ходе майского визита в Пекин, как вы знаете, был подписан большой пакет российско-китайских экономических соглашений на десятки миллиардов долларов. Среди них 30-летний контракт на поставку российского газа в Китай. Создание инфраструктуры, необходимой для его реализации, станет одной из самых масштабных строек в мире. Но дело, конечно, не только в энергетическом сотрудничестве. Мы намерены работать и по другим направлениям. Добавлю, что недавно российская компания «Газпромнефть» осуществила в Китае первую пробную поставку нефти за рубли. В дальнейшем намерены активно использовать национальные валюты при торговле энергоресурсами, при осуществлении прочих внешнеэкономических расчётов как с Китаем, так и с другими странами. Вы знаете, что созданы соответствующие механизмы и в рамках БРИКС. Видим в использовании национальных валют серьёзный механизм снижения рисков, новые возможности для участников экономической жизни и, конечно, широкие перспективы для стимулирования региональных интеграционных процессов. Напомню, что уже с 1 января 2015 года вступает в силу договор о создании Евразийского союза. Формируется 170-миллионный рынок со свободным движением товаров, услуг, капиталов. Этот проект способен принести серьёзные выгоды для отечественных компаний и иностранных инвесторов. Напомню, уважаемые коллеги, что Россия является членом ВТО, а Казахстан, Белоруссии нет, но принципы, на которых мы строим Евразийский союз, он полностью соответствует нормам и принципам ВТО. Поэтому исхожу из того, что и нашим иностранным партнёрам работать на этом объединённом рынке будет легче. Сейчас завершается процесс присоединения к Евразийскому экономическому союзу Армении. Активно ведётся диалог с Киргизией. Уверен, что в перспективе число участников этого объединения будет расти. При этом мы хотели бы, чтобы Евразийский экономический союз наладил тесные связи с другими интеграционными структурами, как в Европе, так и в Азии. Подобное взаимодействие добавило бы устойчивости всей глобальной экономики. И, конечно, такой диалог особенно важен с Евросоюзом, который является нашим ведущим торговым партнёром. Дамы и господа, наряду с развитием внешней торговли, стимулированием экспорта, участием в интеграционных проектах, мы намерены в полной мере использовать одно из конкурентных преимуществ России – ёмкий внутренний рынок. По объёму он занимает шестое место в мире. Наша задача – в ближайшие годы осуществить индустриальный рывок, создать сильные национальные компании в обрабатывающих секторах, способные производить конкурентоспособную продукцию. Отмечу, что многие российские регионы уже сейчас показывают очень хорошие результаты развития обрабатывающих отраслей. В некоторых субъектах федерации темп роста промышленного производства превышает 10% по итогам января-августа 2014 года. Всё больше российских регионов предлагают интересные, выгодные инвестиционные проекты. Этот рост в Курской и Воронежской областях составил 11%, в Тюменской области, в Владимирской областях, в Пермском крае – 12%, в Мордовии, Тульской области – 16%, в Оренбургской – 16,6%. Большие перспективы у отечественного сельского хозяйства и отраслей производства продуктов питания. Уверен, что Россия будет укреплять свой статус одного из мировых лидеров по экспорту зерна. Тем более, что в этом году прогнозируется рекордный урожай зерновых. Рассчитываем, что российские предприниматели существенно расширят агропроизводство в тех секторах, где мы ещё пока зависим от импортных поставок, а также усилят свои позиции на мировых рынках за счёт поставок сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью. Отдельно хотел бы сказать о машиностроении, станка и приборостроении. Сегодняшняя ситуация объективно формирует мощный стимул для интенсификации научно-технических исследований, причём по всем направлениям, где технологическая зависимость от зарубежных партнёров является избыточной. Речь прежде всего идёт о критически важных импортных, пока импортных технологиях. Проекты в промышленности и сельском хозяйстве получат доступ к кредитным ресурсам по низкой процентной ставке через инструменты проектного финансирования. Знаю, и многие в этом зале сейчас подумают, где они, эти низкие ставки, где эти длинные деньги. Уверяю вас, мы постоянно над этим работаем, думаем, и инструменты предлагаются. Вопрос только в их эффективном внедрении. Вот это проектное финансирование, о котором я сказал, оно может быть вполне использовано в качестве такого долгосрочного инструмента. Вопрос вот в этих проектах, которые были бы интересны, перспективны и эффективны. Кроме того, начиная уже с 2015 года, будет запущен и фонд развития промышленности. В обновлении экономики и инфраструктуры мы намерены использовать как собственные финансовые ресурсы и источники, так и активизировать сотрудничество с инвестфондами, банками других стран. Доверие серьёзных финансовых структур к России не снижается. Это видно по работе российского фонда прямых инвестиций. В совместные инвестпроекты и платформы уже привлечено порядка 15 миллиардов долларов. В проекте бюджета на предстоящие три года предусмотрены средства на докапитализацию российского фонда прямых инвестиций. Пополнение ресурсов фонда будет произведено в 2016-2017 годах. Хочу подчеркнуть, РФПИ должен быть докапитализирован до запланированного уровня, что позволит фонду серьёзно расширить линейку проектов. Также в предстоящий период пополнятся ресурсы и Внешэкономбанка. Начиная с текущего года в его уставной капитал будет направлено не менее 30 миллиардов рублей. Соответствующие средства также предусмотрены. Для сохранения масштабов участия Внешэкономбанка в национальной экономике ему будет обеспечен необходимый объём ликвидности. Кроме того, государство готово оказывать поддержку тем секторам и компаниям, которые столкнулись с неоправданными внешними санкциями. В том числе мы подумаем, а, конечно, окажем им помощь в увеличении капитала, имея в виду, прежде всего, конечно, финансовые учреждения. Далее предложим системную работу по улучшению делового климата в России. Совместно с бизнес-сообществом мы уже внесли серьёзные изменения в правовую базу на федеральном и региональном уровне, сняли многие барьеры, оптимизировали административные процедуры. Очевидный прогресс здесь подтверждают и оценки ведущих международных институтов. Но хотел бы ещё раз сказать, главное не место в рейтингах, принципиально важно, насколько удобно работать инвестору в конкретном регионе Российской Федерации. Рассчитываю, что в течение осенней и весенней сессии Госдумы парламент примет весь оставшийся пакет законопроектов в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению делового климата. И, пользуясь случаем, прошу депутатов оперативно и конструктивно их рассмотреть. Порядка 30 законопроектов, а общее их количество около 100, еще находятся в работе ведомств-исполнителей. То есть работа ведётся большая и предстоит ещё очень большая работа, но мы будем постоянно ей заниматься. Более открытой, прозрачной становится и работа контроля надзорных органов. Тоже ещё много здесь проблем, но всё-таки сдвиги положительные имеются. Завершается создание единого федерального портала проверок предпринимательской деятельности. Предприниматели, всё общество получат доступ к информации о том, какой проверяющий орган и с какой целью инициировал проверку той или иной компании. И, что очень важно, какие результаты получены. Подчеркну, мы работаем с бизнесом как настоящие партнёры. Ни одно решение, затрагивающее деловую среду, не принимается без участия бизнеса ведущих предпринимательских объединений России. При этом предприниматели сами осуществляют постоянный контроль за тем, как на практике реализуются наши решения. Результаты таких проверок поступают и в администрацию президента, и в правительство Российской Федерации. На основе опросов предпринимателей составляется и национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах России. Он помогает выявлять и распространять эффективные практики создания благоприятного делового климата, благоприятной деловой среды. Добавлю, что конкуренция региональных управленческих практик станет серьёзным стимулом для субъектов Федерации создавать лучшие условия для инвесторов. В конечном счёте, это означает динамичное развитие всей территории России. Уважаемые коллеги, мы настойчиво движемся к тем целям, которые ставим перед собой. Искренне хотим построить сильную, процветающую, свободную и открытую для мира страну. И очень рассчитываем на нашу совместную работу. Спасибо вам большое за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, вы в своей речи уже дали ответы на многие вопросы, которые вчера и сегодня задавались в этом зале, в частности, по вопросу бездефититности бюджета, о неповышении налогов, о длинных деньгах, о том, что у российского руководства нет никаких планов по введению валютных ограничений, движения капитала. Это действительно вопросы, которые волновали нашу аудиторию эти два дня. Но я думаю, что есть и другие, наверное, вопросы, которые интересуют. Если вы не возражаете, мы могли бы перейти тогда к сессии вопросов и ответов или вы хотите какие-то сделать комментарии сейчас? Нет, я просто... У вас кто с утра выступал здесь? У нас выступал Улюкаев, у нас выступал Силуанов, у нас выступал Набиулина и Греев. Ну вот, я даже и не знаю, что после таких выступающих можно еще добавить. Вы всех хорошо знаете. Это как раз те люди, которые и формулируют, и осуществляют экономическую политику в России. Но они все спорят. А точка ли вы ставите, Владимир Владимирович? Мне нужно только улыбнуться, наверное, в некоторых местах, показывая, что не так страшен черт, как его молюют. Прости, Господи. И носу пить брови, показывая, что не позволим. Ну вот, давайте попробуем в таком режиме поработать. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, вопросы. Есть после этого? И нет? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, во-первых, я бы, знаете, что вначале хотел поблагодарить наших коллег, ну, разумеется, российских. Мы с российскими постоянно в контакте, иностранных в данном случае, которые приехали, участвуют в нашей совместной работе. Те, кто выступал сегодня здесь, вот, хотел бы выразить надежду на то, что все их планы будут реализованы, реализованы самым лучшим, самым эффективным образом. И сейчас у всех на устах, полагаю, нам не стоит на этом зацикливаться. Ну, вот, в самом начале только скажу всякие ограничения, о которых я так вскользь упомянул в своем выступлении, так называемые санкции. Дурь, конечно, полная со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес, мешают ему работать, понижают их конкурентноспособность, освобождают ниши на таком перспективном рынке, как российский, для их конкурентов. Ну, мы к этому относимся спокойно. Жалко только, что нарушаются фундаментальные принципы ВТО, мировой экономики, рыночной экономики, конкуренции, подрывается доверие к международным финансовым институтам, к доверия к резервным валютам, к доллару и к евро. Вот это наносит долгосрочный, невидимый на первый взгляд ущерб для всей мировой экономики. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что мы вот этот период все-таки преодолеем непонимание и выйдем на такой устойчивый тренд развития мировой экономики. А Россия готова будет, разумеется, вносить свой вклад в эту общую работу. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Пожалуйста, представляйтесь. Спасибо. Меня зовут Кристоф Гранвилл. Я член Совета директоров инвестиционной компании Швеции EOS Russia. Пожалуй, положено мне задать первый вопрос. Компания делит подфильные инвестиции в российскую электроэнергетику. Почти миллиард долларов по первоначальной рыночной капитализации. У меня вопрос о том, как лучше реализовать инвестиционный рывок и внедрение инновационных технологий, например, земной шины Пирелли, которая все более необходима из-за известных изменений внешних геополитических условий. Об этой необходимости я как раз сказал и Владимир Владимирович в своем выступлении. Пожалуй, цель поставлена в известных президентских программных указах в мае 2019 года, именно повещение соотношения инвестиций к ВВП до 27% ВВП теперь в сегодняшних условиях выглядит даже слишком скромно. Так, вот вопрос. Этот инвестиционный рывок он будет оперироваться прежде всего на государственных компаниях или же, возможно, ради производительности, эффективности было бы лучше делать акцент на частный сектор, на инвестиционные активности частного сектора. И назову один конкретный пример из возможных тысяч через воплощение официального плана правительства по приватизации региональных электросетевых компаний МРСК. Вопрос очень конкретный, профессиональный и очень кстати, потому что я хочу не сказать, что... не хочу сказать что-то нового, я хочу подтвердить нашу принципиальную позицию, которая заключается в том, что мы всегда делали и намерены в будущем делать акцент на привлечении частных инвестиций. Но для этого нужно создавать определенные условия и без известных вложений со стороны государства здесь тоже не обойтись. В том числе имею в виду и развитие инфраструктуры. Наверняка, ну то есть для всех понятно, что без развития инфраструктуры вложение в отдельные секторы экономики очень затруднительны, частные инвестиции очень затруднительны или почти невозможны, потому что делают эти инвестиции очень накладными и малоэффективными. Здесь роль государства будет заключаться в инвестициях в инфраструктуру. Ваша сфера деятельности, конечно, очень прибыльная и мы помним свои обязательства перед нашими инвесторами. Это не только ваша компания, но и другие скандинавские компании, из Центральной Европы, из Западной Европы, компании, которые вложились в электроэнергетику. Мы помним свои обязательства, связанные с либерализацией рынка электроэнергии, но вы тоже, вы наверняка участились во всех наших дискуссиях, знаете, что мы вынуждены действовать аккуратно, имея в виду еще события 2008-2009 года, аккуратно в том смысле, чтобы не нанести какого-то серьезного ущерба потребителям, но в этом направлении мы будем двигаться, в том числе это касается и приватизации тех сетей, о которых вы упомянули. Владимир, я по-моему не ошибаюсь, Кристофор, если не ошибаюсь, был британским дипломатом в посольстве в Москве, правильно? А потом бросил это дело, или закончил, и решил, так полюбил Россию, что остался здесь. Ну, шпионажем заниматься всю жизнь невозможно, вот видите, я тоже поменял место работы. АПЛОДИСМЕНТЫ И сытнее, наверное. Знаете, мне Кислин же как-то сказал, я его очень уважаю, он очень интересный человек, очень умный, и мы когда с ним познакомились, это было в Петербурге, где-то в начале 90-х годов, он меня начал спрашивать, я его встречал в аэропорту, он меня начал спрашивать, где я работал, я начал перечислять, ну, не говоря ему, естественно, то конкретное учреждение, где я работал, там, 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 а он все время спрашивает, а до этого, а до этого, а до этого. А в конце концов, он меня достал, я говорю, я в разведке работал, в советском. Он там посмотрел, все приличные люди начинали в разведке, я тоже. Он так сказал. Спасибо. Номер два, пожалуйста. Спасибо. Благодарю ВТБ за организацию конференции. Вопрос заключается в следующем. За последние три года шел более медленными темпами, чем планировалось на период 2012-2018 года. Как вы думаете, цели те, достижимы ли они, если нет? Какие прогнозы по росту вы используете сейчас, принимая стратегические решения? Вы знаете, цели у нас, конечно, меняться не будут. Разумеется, жизнь всегда вносит какие-то коррективы. И сейчас возникает вопрос. Вот мы говорили об определенных целях, и когда формулировали эти цели в середине 2012 года, говорили тогда, и это было правильно, что эти цели могут быть достигнуты при определенных темпах роста российской экономики. Сейчас мы видим, что эти темпы не соответствуют тем показателям, на которые мы рассчитывали. Значит ли это, что мы должны отменять эти стратегические цели? Нет, конечно. Но, во-первых, давайте вспомним, 15 лет назад мы говорили о необходимости удвоения ВВП за 10 лет. И тогда это казалось совершенно невероятным. Больше того, многие просто смеялись над нами, говорили, что это за виральные идеи, а мы это сделали. Сейчас, конечно, другой тренд. Здесь вот, и не только в нашей мировой экономике, здесь вот выступавшие, как вот модератор у нас сейчас сказал, наши министры, председатель Центрального банка, они вам рассказывали наверняка про цикличность экономики, про структурные ограничения. Правильно? Ну вот, да. Я слушаю это каждую неделю. Но на самом деле, ведь на 100% никто не может ничего сказать. Вот, не знаю, упоминали ли они или нет, на вопрос о том, какая будет цена на нефть. Мы ее рассчитывали, бюджет рассчитываем из 96 долларов. А что с ним будет дальше? А каковы риски в мировой энергетике, связанные с политическими рисками и с тем, что происходит, скажем, на Ближнем Востоке? Никто этого не может предсказать. Поэтому мы все-таки исходим из того, что цели мы оставляем в неизменном виде, но должны будем искать такие инструменты, которые позволили бы нам их достигнуть, либо хотя бы приблизиться к этим целям другими инструментами. Но это какие? Они хорошо известны. Это улучшение делового климата, создание условий, вот как коллега говорил, для привлечения частных инвестиций и отечественных, и иностранных. Это разбюрокрачивание экономики. Целый набор. Вот господин Шохин знает, он нам постоянно ставит эти задачи. Но хуже или лучше, когда-то не очень хорошо, а иногда и действительно достаточно удовлетворительно, мы эти задачи решаем. И будем двигаться по этому направлению дальше. Я просто не сомневаюсь, что мы основных показателей мы будем достигать. В том числе будем и двигаться по пути приватизации дальнейшей и государственных активов. У нас вот, смотрите, на 2015, 2016, 2017 годы там целый большой перечень. Кстати говоря, конечно, мы должны будем смотреть на конъюнктуру в отдельных секторах, когда будем принимать окончательные решения, но мы всё-таки будем это делать. Вот вы упомянули указы 2012 года, где поставлены определённые цели, и тут же сказали, ситуация изменилась, да изменилась. Если обратите внимание в этих моих и статьях предвыборных, а затем в указах, мы говорили о том, я говорил о том, что мы будем заниматься приватизацией, но как бы за скобки я вынес энергетические компании наши. А сейчас ситуация меняется, и я не уверен, что мы должны вот так вот сохранять эту позицию. И более того, мы сейчас рассматриваем возможность выхода на рынок с крупными пакетами наших крупнейших энергетических компаний, которые находятся под контролем государства. Мы найдём эти решения и уверен, будем двигаться достаточно энергично вперёд. Спасибо. Четвёртый сектор, пожалуйста. Благодарю. Меня зовут Рохид Шопра. Я представитель asset management в Нью-Йорке. Мы огромные институты, одни из четырёх крупнейших инвесторов в России за последние десятилетия. Мой вопрос связан с вашим взглядом, господин президент, на центральный банк. Сейчас мы находимся в тяжёлой ситуации, рост мал, а инфляция довольно велика. Когда вы смотрите на комментарии Центробанка, они признают важность снижения инфляции и действительно будущие цели по снижению инфляции это исторический минимум. Сейчас в этот период должно ли быть снижение инфляции главной целью Центрального банка? Главной целью любого Центрального банка и российского является поддержание устойчивости национальной валюты. Решение этой задачи без снижения инфляции невозможно. Кроме всего прочего, я говорил это в своём выступлении, мы в предыдущее десятилетие придерживались очень строгих макроэкономических принципов. Конечно, всегда исходили из реалии, сегодня будем исходить из реалии, но мы будем стремиться к тому, чтобы эти принципы не нарушать. Не знаю, говорили вам коллеги или нет, но я даже, кстати, упомянул сегодня в своём выступлении о том, что мы, допустим, сохраняем бюджетное, так называемое бюджетное правило. Мы при всём желании наших коллег по отраслям не увеличиваем безрассудно государственные расходы. Что касается небольшого всплеска инфляции, то связан, я думаю, что подавляющее большинство в этом зале понимают это, он связан прежде всего с продуктовой корзиной и с нашими действиями по ограничению импорта продовольственных товаров из ряда наших стран-партнёров, как ответная мера на их санкции в отношении российской экономики. Здесь минус есть? Ну, конечно, есть. Но я точно убеждён, убеждён, точно уверен абсолютно, что это временный характер у нас. Мы, безусловно, это будет замечательным стимулом, и не только политическим, это экономический стимул для вложения в сельхозсектор. Вот китайский сейчас наш коллега-грок выступал, он же, по-моему, тоже упомянул, как одно из направлений вложения в сельское хозяйство в России. Почему? Норма прибыли солидная. И это, безусловно, будет стимулом для развития сельского хозяйства в России. Мы и так уже продвинулись очень существенно за последние, за последние колес. В прошлом году рост сельхозсектора Российской Федерации состоял в 6,2%. Мы существенным образом сократили свою зависимость от импорта мяса птицы, свинины, ещё большая зависимость 28 с лишним процентов на рынках, где 26,5, по-моему, процента по говядине сохраняется. Но это перспектива роста для сельхозсектора. Так что я здесь трагедии никакой не вижу. Конечно, мы должны смотреть внимательно, антимонопольные службы должны, смотреть внимательно за необъективными тенденциями, связанными со спекуляциями на рынке. Это само собой. Но это временное явление, я уверен. А политика Центрального банка, если закончить ответ на ваш вопрос, всё-таки она является сбалансированной. И она, знаете, она такая всё-таки не… Ну, скажем, Центральный банк не замыкается в рамках каких-то догм. Но вот потребовалась интервенция. Они это сделали. Так что она последовательна и достаточно гибкая. Спасибо. Даже банкиры не жалуются на Центральный банк у нас. Так что… Жалуются, жалуются. Все жалуются. На Центральный банк, так же, как на Минфин, все жалуются. Понятно. Хорошо. Есть у нас… Все ставки, говорят, держат высокие. Ещё что-то. Постоянно жалуются. Первый сектор, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Майкл Ренов, США. Господин Путин, вы упомянули санкции несколько ранее и воздействие этих санкций на стоимость капитала в России. Она возросла. Это означает, что теперь глобальному капиталу труднее сотрудничать. Думаете ли вы, что правительство должно помочь найти решение этому вопросу? Одно из решений – это углубить внутренний рынок, создать рынок облигаций, который является более ликвидным, более глубоким. Каковы ваши мысли по этой проблеме? Сразу видно, что вы американец. По пути такого смягчения бюджетной политики ваше правительство идёт и, наверное, правильно и делает, но именно потому, что США, как известно, производят самый главный свой продукт, доллары производят, но мы доллары не производим. И поэтому мы должны действовать очень аккуратно. Что касается рынка ценных бумаг, Минфин и так выпускает эти ценные бумаги, но мы должны внимательно следить за их объёмом на внутреннем рынке, потому что финансовый сектор с удовольствием будет скупать эти бумаги правительства Российской Федерации. Но это значит, что мы уберём часть ликвидности с рынка и поставим в достаточно сложное положение реальный сектор российской экономики. Мы это имеем в виду, понимаем и будем, мы, конечно, будем эти инструменты использовать и внутренний долг будем немножко там увеличивать, потому что он у нас на рекордно низком уровне находится, на очень низком во всяком случае, но будем действовать очень аккуратно. Поэтому всё-таки рост мы должны обеспечить не за счёт накачки ликвидностью или какими-то финансовыми инструментами, а за счёт структурных преобразований в экономике Российской Федерации. Спасибо. Пятый сектор у нас давно. Да, пожалуйста, пятый сектор. День добрый. Меня зовут Седрик Этлишер. Я француз, если разночете, я буду на французском языке. Как ваша фамилия? Седрик Этлишер. Я и избранный представитель французы, проживающий в России, и также член директоров маленький банк Талменка. Пожалуйста. Я хотел просто отметить, что все эти два дня мы говорили по макроэкономике, а мы, как маленькие граки в России, мы работаем по микроэкономике. И в этой сфере, на сегодня, мы занимаем все, что касается улучшения жизни или просто экономить деньги в маленькие деревни или маленькие городы по разной регионы России. И тут мы видим мало поддержка, или мало понимание, или мало желание. Вот сейчас мы работаем, например, на проект, который будет помогать городу уменьшить затраты на электричество для своей лампочки. И такой маленький банк сейчас поможет, потому что другие банки отказывали работать, но по такой проект, который не такой гламурный, как электроэнерго, ойл, ойл и газ, но такой, который может давать улучшение жизни этих город, потому что нагрузка налоговая будет намного меньше. Следующий – это сельхолхозный, если я правильно произношу. И тут очень интересно работать с маленькими производителями. И с 8 августа, когда начинали уже ответный, как можно, ответ из России, в течение 10 лет, как я живу в России, много помогал импортер из Франции привезти свой товар или экспортер искать свой товар. А вдруг надо искать русский товар, мы его нашли, но надо еще усилить все местные власти, помогать своим маленьким производителям. Потому что по последней маленькой анекдоте, я был на Алтае, они все желают, что у них нет денег на удобрение. Я сказал, давайте поможем, им все будет продавать, как био-экологически чистый товар. Спасибо. А вопрос-то в чем? Вопрос поможем в этой микроэкономии, которая, в принципе, сегодня создает очень много рабочих мест и пополнит, в принципе, все эти полки в магазинах. Но этот помощь, он нужен, потому что мы его не совсем чувствуем. Да, ну, я не очень, честно говоря, понимаю, в чем там проблема, да, наверное. Вот вы подойдите еще по поводу, там наверняка все это с финансиром не связано. Вот ВТБ денег немерено, они вам помогут. Они не знают, куда вставлять, где хорошие проекты. Только они все плачут, что не хватает. А на самом деле, а где хорошие проекты? Все ищут хорошие проекты. Что касается маленьких проектов, малого, среднего бизнеса, то, безусловно, здесь мы в долгу в большом перед этим сектором российской экономики. У нас есть необходимые инструменты созданы, но, к сожалению, они не имеют полноценного государственного финансирования. И вот эти все фонды, которые предусмотрены для поддержки малого бизнеса, мы, конечно, должны будем увеличивать. Так же, как и будем совершенствовать механизмы их поддержки и льготирования различного. Это касается не только федерального уровня. На этом направлении, конечно, более активно должны работать и региональные российские власти, и муниципальные. Здесь вы, безусловно, правы. И здесь наверняка много проблем. Есть регионы, которые у нас являются продвинутыми в этом отношении, я некоторые из них упоминал, ну а есть, к сожалению, такие, в которых еще нужно много чего сделать. Именно поэтому, я тоже об этом сегодня сказал, мы вместе с бизнесом выстраиваем систему оценки эффективности работы региональных и муниципальных команд. И, таким образом, будем стараться влиять на то, какие условия они создают для развития малого и среднего бизнеса. Ну и, конечно, что касается небольшого бизнеса, мы должны, этого мы еще не сделали как следует, а это нужно сделать, разворачивать у нас систему микрофинансирования. То, что уже во многих странах мира сделано, то, что придумал в свое время, по-моему, как раз один из наших индийских коллег, и то, что развивается по многим направлениям, за что там Нобелевские премии получали, вот, к сожалению, здесь мы еще явно не дорабатывали, а это очень большой резерв развития нашей экономики в целом. Что касается вашего конкретного проекта, действительно, я уже без всяких шуток попрошу нашего модератора, чтобы с вами пообщался. Обещаю, что на биоудобрения в Алтайской области деньги дадим точно. Нет, но это действительно важное, интересное направление и перспективное. Хорошо. Так, второй у нас сектор, да? Второй девушек, давай. Здравствуйте, меня зовут Аристотелес Дамьянидис, работаю на UBS, штаб-квартиру Германии. Спасибо, что позволили задать вопрос. В этом году Россия делала большие усилия по усилению экономического взаимодействия с Азией и Латинской Америкой. Является ли это долгосрочной стратегической целью по развитию связи с этими регионами, а не с Европой и США, или это только временный феномен, связанный с нынешней ситуацией? Благодарю. Вы же представляете глобальную компанию. И мы все знаем здесь сидящие, как энергично развивается Азия сегодня. Вот коллеги выступали здесь из Индии, пока я ещё не пришёл, как с Китая. Но я уверен, что когда представитель инвестфонда китайского говорил о возможностях китайских инвестфондов, это всех впечатлило. Всех. Но как-то начинаешь только слушать про эти цифры, да? А они же реальные цифры. Это же непридуманные. Это, конечно, заставляет задуматься на тему о том, как ответить на вопрос, который был задан нашим китайским коллегам. Как использовать рост Китая в экономике каждой из наших стран, имею в виду всех здесь присутствующих. Поэтому и Россия также думает об этом. Думает не вчера, а не в связи с какими-то там санкциями или ограничениями политического характера. Конечно, мы давно об этом говорим. А мы для чего создавали Шанхайскую организацию сотрудничества? А мы для чего создавали БРИКС? БРИКС-то с чего начался? Это в 2005 году, когда у нас восьмёрка проходила в Петербурге. Мы договорились с нашими китайскими и индийскими друзьями встретиться втроём. Вот мы тогда встретились, с этого начался БРИКС. А вот на последней встрече, там уже и ЮАР, и Бразилия договорились о чём? О создании пула валютных резервов совместного, о создании банка совместного. Понимаете, мы думаем о расчётах национальных валютах, создаём большие проекты по сотрудничеству. Но это наш осознанный выбор, который был сделан не вчера, не позавчера, не год назад. Уже давно, много лет, имею в виду тренды развития мировой экономики. Но с учётом вот этих санкций, о которых мы говорим, но это нас подталкивает, конечно, ускорить эту работу. Что мы и делаем. Но ничего здесь такого необычного нет. Мы не собираемся, кстати говоря, сворачивать наши отношения с традиционными партнёрами, с Европой, допустим. Всё-таки у нас самый большой торговой оборот с Евросоюзом, со странами Евросоюза, 430 миллиардов. Это реалии сегодняшнего дня. Но мы должны смотреть в будущее. Спасибо. Четвёртый сектор, пожалуйста. Эрик Джей Уэррем, Камфом Нью-Йорк. Я представляю инвестиционный фонд. Спасибо большое за то, что вы уделили время на разговоры с нами. А я хотел бы поговорить об Украине. Если вы смотрите на результаты ситуации в Украине, какой развитие ситуации будет наиболее соответствовать национальным интересам России? И возможно ли вообще такое развитие ситуации? И что Россия хочет достигнуть? Национальным интересам России будет способствовать выход Украины из политического и экономического кризиса. А страна действительно оказалась в состоянии и политического, и экономического кризиса, сегодня глубокого. Восстановление экономики, политической сферы, социальной. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас был надёжный, предсказуемый партнёра-сосед. Украина не чужая для нас страна. Я много раз об этом говорил и хочу ещё раз подчеркнуть. Несмотря на всю трагедию, которую мы сейчас наблюдаем, особенно на Юго-Востоке, украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом. Нас связывает общность этническая, духовная, религиозная, историческая. И надеюсь, что опираясь именно на эти фундаментальные основы нашего взаимодействия, мы будем развивать наши отношения в будущем. И будем делать всё для того, чтобы это произошло и произошло как можно быстрее. Надеюсь, что выборы пройдут в парламент Украины достойно. Наконец-то наступит долгожданная политическая стабилизация. Но и не могу не сказать о том, что мы исходим из того, что все люди, которые проживают в любом уголке Украины, будут пользоваться полными правами, предусмотренные в нормах международного права и в украинских законах. Никто не будет дискриминироваться ни по языковому принципу, ни по этническому принципу, ни по религиозному. Но только так и можно сохранить территориальную целостность страны. Только так можно вернуться к её единству и обеспечить развитие экономики в социальной сфере. Мы очень на это надеемся и будем всячески этому способствовать. Пожалуйста, вот там коллега руку поднимает. Дайте микрофончик, пожалуйста. Владимир Владимирович, что Вы меня заметили, приходится практически из штанов выпрыгивать. Действительно… Этого не надо. Действительно рекордное количество инвесторов сегодня. А если хотите похвастаться? Я бы хотел всё-таки задать вопрос на серьёзную тему. Меня зовут Александр Бранис, Prosperity Capital. Мы тоже крупный инвестор в России. Мой вопрос касается так называемого дела Башнефти. В основе этого дела фактически лежит утверждение о том, что имущество было приватизировано незаконно, и необходимо его изъять и вернуть государству. Вы в своих выступлениях неоднократно говорили о том, что приватизация проводилась достаточно нечестно, с большими проблемами. Также шла речь о том, что олигархия – это не подарок. Безусловно, и в том, и в другом трудно с Вами не согласиться. Тем не менее, как Вы считаете, в интересах развития экономики целесообразно ли вырошить довольно-таки отдалённое прошлое? Там, если можно так выразиться, эти эпизоды, один из них произошёл больше 10 лет назад, другой больше 20 лет назад. И стоит ли ставить под сомнение права собственности? Тем более, что с таким инструментарием можно изъять активы у любого собственника, не обязательно того, кто приватизировал, но и последующего. Другими словами, мой вопрос такой. Вы сегодня говорили о Ваших предвыборных заявлениях и статьях, и я хотел спросить у Вас, потеряла ли актуальность фраза, которая содержалась в одной из Ваших предвыборных статей в 2012 году, где Вы написали, что в обществе много говорят о том, что приватизация была нечестной, Вы с этим согласны. И далее Вы пишете, однако отъём собственности сейчас, как предлагают некоторые, привёл бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и всплеску безработицы. Спасибо. Я думаю, что непраздный вопрос, и хочу ещё раз подчеркнуть то, о чём я говорил. Никакого массового пересмотра итогов приватизации не будет. Но в то же время один случай от другого всегда системно и качественно могут отличаться, и поэтому, если у правоохранительных органов возникли какие-то вопросы в этой связи, либо в связи с движением активов, то мы не имеем права отказать правоохранительным органам в том, чтобы этот конкретный случай был расследован и было принято какое-то решение. Надеюсь, что все решения будут лежать не в уголовной, а в гражданской правовой, в арбитражной плоскости. Но я не собираюсь туда вмешиваться и не собираюсь давать никаких директивных указаний. Повторяю, это совсем не значит, что государство нацелено на то, чтобы в массовом порядке начать пересмотр. Такого пересмотра итогов приватизации. Такого не будет точно. Здравствуйте, Кристина Ворозданская, Капитал. Меня и моих коллег интересует вопрос, на какой стадии имплементации являются две государственные программы, претворение в жизнь которых может существенно улучшить инвестиционную привлекательность российских компаний. Первая программа разрабатывается Министерством экономики. Это меры по совершенствованию корпоративного управления. Вторая программа разрабатывается аналитическим центром при правительстве, повышение производительности труда. Про эти программы почему-то довольно мало пишут, мало говорят, там есть задержки. Насколько вы считаете их стратегически важными и на какой стадии развития они находятся? Спасибо. Здесь же Улюкаев был, вы бы его спросили. Был Улюкаев, да? Ну вот. Я тоже хочу вас спросить, на какой стадии находится разработка программы. А почему я хочу вас спросить? Потому что считаю, что это важно. И наверняка они будут разработаны. Главное, чтобы они были эффективными, дееспособными и внедряемыми в практику. Но я уже упоминал о том, что мы ищем и будем генерировать новые инструменты улучшения инвест-климата, разбюрокрачивания экономики, создания условий для стартапов, ну, целую систему, набор, который уже имеет место быть, вы наверняка знаете, создание там технологических платформ, поощрение регионов, которые помогают началу бизнеса, в том числе отнесение на федеральные затраты той части, которая связана с развитием инфраструктуры, субсидирование ставок по некоторым проектам. И так все это, да, вот не знаю, говорили ли здесь уже коллеги про проектное финансирование, но я упоминал вскользь. Что это означает? Я два слова скажу об этом. Это означает, что проект тот или иной. Кстати говоря, вот я прошу вас это иметь в виду и пользоваться, начать пользоваться этими возможностями. Должен пройти апробацию в том же Министерстве экономики, в других ведомствах правительства. Правительство как бы должно гарантировать, что это эффективный, высококонкурентный проект, и можно получить фондирование соответствующему ВТБ или другому финансовому учреждению под ключевую ставку плюс один процент из Центрального банка. Это очень хороший инструмент. Но еще бизнес-сообщество плохо информировано о том, что это такое, как им воспользоваться, что для этого нужно сделать. Я считаю, что это может быть одним из существенных инструментов развития на сегодняшний день. Так что и по тем программам, которые вы упомянули, мы тоже будем работать. Пожалуйста, давайте будем завершать, ладно? Последний вопрос. Завершающий, да? Последний вопрос, давайте. Здравствуйте, господин президент. Спасибо, панел. Благодарю, господин президент Матиас Пино, Глобал Триассет Менеджмент США. Вы уже кратко упоминали тему, на которую я хочу задать вопрос. Однако хочу углубиться в подробности. План приватизации продажи всех госактивов, за исключением инфраструктурных монополий, а также военно-технического комплекса – это по-прежнему часть вашей стратегии? Или планы эти каким-то образом изменились? Да, немножко поменялись, я уже об этом сказал. Изменение в том заключается, что мы не исключаем возможность продажи определенных активов наших крупных энергетических компаний, в которых у государства сегодня контрольный пакет. Правда, мы не собираемся из этих контрольных пакетов окончательно пока выходить, но рассматриваем возможность реализации некоторых из этих пакетов. Я не знаю, может быть, пока об этом даже рано говорить, я просто не уловил, правительство об этом уже говорило или нет. Но если этого пока не было, то это в ближайшее время станет известно. Мы рассматриваем такие возможности, и, скорее всего, они будут реализовываться, может быть, даже уже в этом году. Но, кстати говоря, что касается оборонных активов, то же самое. Мы сейчас внимательно смотрим на то, как и какие, конечно, не все, но некоторые предприятия могли бы быть, скажем, акционированы, часть из их собственности может быть реализована на рынке. Это создаёт более благоприятные условия для развития, имея в виду, что государство вкладывает в оборонно-промышленный комплекс значительные ресурсы. На ближайшее время 3 триллиона рублей, и это средства, все средства предусмотрены в бюджетах этого с последующих годов. Мы ничего там не сократили в этом отношении. Более того, если мы даже немножко растягиваем госпрограмму вооружения, потому что промышленность не готова, не потому что денег не хватает, промышленность пока не готова, и будем больше вкладывать в инфраструктуру, больше будем вкладывать в развитие оборонно-промышленного комплекса, но там очень многое уже двойного назначения. И наша оборонка уже на сегодняшний день из всего объёма выпускаемой продукции 25% выпускает продукции гражданского назначения. И поэтому для того, чтобы сделать эти предприятия более гибкими, более эффективными, более конкурентоспособными, мы не исключаем, что некоторые из них могут быть, повторяю, акционированы и выведены на биржу, на рынок. Большое вам спасибо за интерес, за интересную очень сегодняшнюю встречу, беседу, и позвольте мне искренне пожелать вам всем успехов. Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо всем участникам. Спасибо вам.